Вот, и теперь интересно это. Соответственно, ошибки, о которых мы говорим. Ошибки связаны с так называемыми, как вам сказать, такими стандартными, как это принято называть, кейсами. Вот, значит, это значит, я вот забыл такой кейс, он такой правильный, он формирует там что-нибудь, и я его вот так вот гоню на одного и того человека. И у нас, во-первых, люди прогоняются, по сути, через одни кейсы там меняются всякие бантики, да, и, на самом деле, их не улучшит разному мышлению. А это, оказывается, удобно, потому что люди-то имеют свой какой-то сценарий, они там скатываются в одного, кого-нибудь ставишь играть, а он все время обманут, несчастный, вечно его обманут, у меня есть такие дети. Потом ставишь его королем, он опять так же, ставишь еще, не важно, поставишь, он все в одно скатывается. То есть, есть такие жесткие сценарии, которые задвинуты, и опасность такая, что вот люди видят, ну, человек так играет, ну, давайте его так и ставим. Понимаете, вот для менеджера из бизнеса это удобно. То есть, он понял, что этот человек тянет на это, его продиагностировали, ну, пусть он здесь сидит и работает. С точки зрения педагога, его надо развивать, там, с точки зрения бизнеса, не дай бог его развивать. Ну, че, я только на ячейку нашел, где он нормально сидит, я знаю, что от него ожидается. А вы его сейчас разобьете, он выкинет что-нибудь там, непонятно что, да? И вот уже, вот, у нас уже начинаются, там, какие-то такие противоречия, которые есть, в зависимости от той позиции, в которой ты стоишь, да? Но скатываются обычно, то есть, начинают ждать какие-то кейсы, и получается следующее. И он образовательный эффект, с моей точки зрения, ну, несет, конечно, натаскивает. Но не вот этот, о котором я говорил, который развивает мышление, вот, да и вот, за любую фазу общественного развития, не то, вот, об этом мы не говорим. И, с другой стороны, вот этот кейс образования убивает среду, о которой я говорил в самом начале. Потому что, когда, вот, Паш, ты говорил, о том, что ты делал курсы, да? А потом начал повторять себя, да, тебе, там, какой-то блеск в глазах пропал, тебе стало неинтересно, да? Вот с играми то же самое. Если я создаю игру, то на нее раз гоняю, два гоняю, не меняю. То есть, с точки зрения технологии, она должна быть технологичной, там. Да, может быть, игра, она в чем-то и лучше, а вот эффект сайды царяет. Потому что исчезает эта творческая атмосфера, велик, что-то придумывает, додумывает, изменяет, и так далее. И оказывается, что потяги в сайде, они оказываются по эффекту более глубокими, чем тот выигрыш, который ты достиг, за счет технологии. Понятно, о чем я говорю, нет? То есть, как бы, вроде бы, игра такая отважная, терпает, а вот что-то не то. Чувствуется, что там нет этой атмосферы, они зарождаются, и вот там эффекта как бы не происходит. И тут тоже есть такое техническое противоречие, потому что бизнес-технологии нам стоит мясо, чтобы создать эти кейсы облажен. А если ты хочешь создавать образовательную сайду, тебе это нельзя делать, да? А тебя заставляют, ты в это скатываешься, потом получается, что это не то, и тебе тот же заказчик приходит и говорит, а что это не то? Мы вот видели, в прошлом раз было так классно, а теперь, значит, что-то все не так. Наверное, вы все халтуете, вас надели, больше попросили. Как-то странно. Значит, и вот идет у нас вот, потому что вот это надо понимать, эффект средообразования, который как бы, вот тоже как бы есть. Это тоже такое вот, на что наступают. Наверное, я всех утомил, поэтому и закончу. А вот вопрос, вы сказали про регулирование стихотипов, регулирование разных стихотипов, но это, как я понял, про то, что в одном-другом стихотипе, может быть, или в обществе, в первом стихотипе. Просто я немножко сталкивался вообще с вопросами, да, в названии стихотипов. И вот есть мнение, что он, как бы, естественным образом тренируется, да, там, и там социологи говорили, что там есть что-то у нас психотипов, которые, наверное, рождение, там, люди, ну, это как способы стрелять информацию, там, Юнк там тоже говорит о неких психотипах, которые у человека бывают. И мне казалось, что, на самом деле, процесс развития личности, да, это распромирование психотипов, то есть, естественным образом у нас тренируются паттерны модели, там, поведения, там, восприятия информации, коммуникации и всего остального. И за счет того, что мы, если ранки, там, начинаем расшатываться, там, каким-то образом, в комоческой игре, в разных ситуациях, таким образом, соостановимся и не знаем, то, что более совершенный, а даже... Дайте мне одну, вот эту вещь, две личные лайки расскажу. Кстати, не призывали использовать весьма опыт, у меня вот нарушили, то есть, заю, значит, вот сказано, и обращусь. Значит, первый такой опыт, который меня поразил, я вообще такой очень инкульсивный человек, могу там наорать, терапыр, обычно меня там классифицируют, и когда-то, вот, как вы говорите, семнадцать, там, типа, когда-то было проще, четыре, там, халярики, мать, там. Ля-ля-ля-ля, и мне все говорят, ты халярики, ты халярики. Потом, значит, бац, у меня такая сложная эпоха была, хеденическая любовь, терапия, астролог, я попал в больницу, язва, ля-ля-ля, лежу, значит, там, язву. И мне, как-то говорят, врач, там разные врачи, вот есть такой врач, талантливый врач, вылечен, не знаю, ученый из страны. Пока ее не было, я там лежал, все только увеличиваю. Вот она пришла, там, полечила, потом села на меня и говорит, твоя основная беда, что ты держишься в себе, ты, легматик. И я вот такой сидел, опаньки, легматик я, оказывается, да? То есть, это к тому, что люди занимают разные там позиции и так далее. А когда людей пытаются вот так вот сгруппировать и говорят, ты такой? Это вот вторая вещь, которая меня отбесила и так же потрясла. Я учился в педагогическом, у нас там был психолог. И психолог такая, она как тетка, которая вот открыл тут тайну мира, у нас студентов они закрыли. И она так выходит там, и хочется поделиться с нами, поделиться с ней тайной, сакроменной. И она так говорит, вот идет Великой Отечественной война, и вот рота лежит, и надо, чтобы кто-то встал первый и сказал там, встает, все побежали. Кто встанет? И мы такие, и она так гордо, сангвини. Я так сижу, говорю, а если бы роти нет, сангвини? А она мне говорит, значит рота не встанет. Понимаете? И вот как бы... Это... Это вопрос об этих психотипах, да? То есть здесь была такая увлеченность всех вот по этих ячейкам. Мы к тому, что, да, надо расшатывать, и надо, чтобы люди владели вот как бы всей клавиатурой, могли переходить. Все равно у кого-то больше склонность к одному, к другому. Но вот чем жизнь разнообразнее и богаче, она перед нами именно такие тарелки выставляет. Будущее перед нами выставляет такие тарелки. Что надо уметь вот переходить... Быть тогда надо фредмакистом, когда холеет, когда еще там чем... Или там 17 лет... Но! Когда вы говорите о том, что вот расшатать и размыть, как бы не расшатать и не размыть, это полное болото. Когда вот человек все размывает, у него стержень не остается вообще никакого, да? И вот в этом политика она очень, я считаю, существенная. То есть люди говорят, вот-вот, в одной игре, в другой игре он такой, в этой такой, с таким мышлением, да? И получается, что он как хамелеон такой вот, да? А где стержень человека? Он чему-то стремится, да? И это хорошая проблема. И, кстати, игры тоже позволяют ее формировать, если об этом говорить. Если вот игру не воспринимать только вот действия, а вот до и после, как это бывает, да? И это обсуждать, что человек удерживает свое какое-то нравственное там, не знаю, ценность свое, к чему он стремится или нет. Что-то там есть более глубокое, чем вот это вот как-то перекрашивание мышленическое и так далее и тому подобное. И чтобы это тренировать, в том числе тренировать, не потерять, когда ты меняешь вот эти позиции, то это тоже вот такой, ну, мы называем игру тренажер, но вообще ее называем социальный тренажер больше. Потому что это надо тренировать, чтобы это было. Вопрос в том, что действительно ли есть разные состояния, если мы переходим сейчас, там, я там в состоянии героя, а завтра я в состоянии назад. А считаю, что у нас есть какая-то надуровневая какая-то там часть личности, да? И надуровневая тоже есть, но я вам говорю, что надуровневая она настолько глубже, что она позволяет переключаться вот в этих состояниях. Она более глубокая, она касается ценностного аяда, которого его удерживают, но в том числе. Ну, вот с моей точки зрения пока не имеет. И место всей этой своей образовании? Да, да, найти человека, и чтобы вот он его удерживал. В том же, в то же время он мог вот эти вот психотипы менять, становиться на радуге. Почему, с моей точки зрения, пошел разговор о толерантности в своей войне? Вот из-за этого он выйдет, как бы. Ну, там, другими словами и так далее, да? Но вот надо глубже, но и как бы разнуть тоже его не должен быть. Слушай, у меня вот вопрос тоже возник на самом деле. Участие личное такое вот. Я пробовал для себя развивать в своей личной траектории развитие разные типы мышления. И я обнаружил, что между некоторыми из них есть очень сильный конфликт. Особенно, если ты попадаешь в определенные жизненные контексты, где от тебя этих конкретных типов не требуется, а тебе требуется. Ну, Паша, я отвечаю. Вот я почему начал говорить, потому что это дискретная вещь. Что действительно многие мышления могут сочетать, а многие нет. То есть, либо я вот в этом состоянии. В измененном состоянии личности. Опять же, сейчас вот есть такое выражение, да? То есть, надо уметь достигать измененное состояние личности. Вот я себя ввел в другое состояние. Почему ролевая игра? Вот, я не знаю. Оделся, грубо говоря, знаешь, оделся в японский. Взял, там, не знаю, меч, там, сел, там, чай, там, не чай, да? И вот в этом как бы состоянии, ну, на одно как-то ты можешь более нацелить. В другом каком-то состоянии ты на другое можешь нацелить. Они дискретные. Поэтому важно иметь мышление, которое способно тебя переключать, его надо отдельно тренировать. Вот. И важно уметь вот эти дискретные, там, переходы. Это принадлежность. Ты можешь находиться в этом мышлении, это видеть, в какой-то своей небольшой части контролировать этот процесс, что там, я не знаю, куда-то тоже. Ну, да, такой человек другой. Вот, человек будущего, с моей точки зрения, он сильный другой, чем сейчас. Сейчас люди, они более моно, в смысле мышления. Ну, там, одно-два, да? Будет поле. Еще обстоятельства работы, да? Будет другое, очень сильнее, да? Например. Обстоятельства работы, например, да? Или обстоятельства, ну, которые вот мы в социальной нашей жизни, вот мы выходим, допустим, на университеты, не важно, идем работать. Вот, допустим, так, ты продаешь, там, не знаю, обувь, да? Ну, человек, у него коммуникативные навыки, он там, презентации, все, то есть, как бы, все это развивается. А другой говорит, а ты считаешь, там, вот, не знаю, циферки, да? Все, совсем другой человек. И более того, если вот этот, который циферки считает, он там имел амбиции какие-то, ну, или внутренний порыв какой-то, там, стихии еще писать, но не нужно ему это, 10 часов в сутки он это считает циферки. Он будет тупень. У него те вот виды мужчиня... Я вам с телаидом не буду делать, он будет реально тупень. Ну, вот я так... Я тоже тебя помню. Вот я раньше был в практике, там, еще в советской эпохе, на сыр, поставали потом на завод, там, мороженое, что-то делать или что-то. Я вот реально помню, что я вообще такой активный, там, везде. Но после завода я не мог ничего делать, кроме как тут посмотреть футбол. Не, я серьезно говорю. Я уставал, ну, ты вот, вот, ты приходишь, стоишь на диван, включаешь, и какой там черт, там, кариатив, там, да, там, ну, просто устал, ну, после вот такой. И поэтому, да, то есть, поэтому если человек туда поместить, он, либо у него будет аффектное состояние, то есть он взорвется психологически, либо он перекрывается, ну, в некотором смысле потупеет, войдет в другое измененное состояние личности себя, и там, как в тем, что он там получает свою работу. Тогда вопрос о том, что это новое образование не поддержано ситуацией в обществе? Ну, Паш, это всегда сложнее. Общество, оно, оно разное. Есть общество старое, есть общество новое. Они вот как бы сменяют друг друга вот постепенно. Вот есть с неким зазором друг на друга. Старое не поддерживает точно. Можешь не сомневаться. Им нужно им достояние, вот, по ячейкам там, там, и так далее. Новое нет. Поскольку это да и плетено, ну, да и плетено, ну, смотря на что будешь опираться. Если ты будешь опираться на старое, как бы, основание, конструкции, не будешь находить понимание вот этого, вот зачем это формировать. А если ты будешь на новое, ну, опираться вот, новой социальной группой, новые слои, связанные с этим, вот тут я с Диной вот согласен, в том смысле, что если туда вот эту реализацию убегать, там вот в этой соеде больше вот этого нового. Потому что узнаю почему. Можно спорить, социологию проводить и так далее. Там опор на точек больше. Уже из-за этого стоит туда вот лезть, я вот не согласен с вами. Вот немножко, ну, ладно, пока, да. Вот, просто для того, чтобы вот это новое было вас требовало. Вот, да. У меня такой вопрос на подтверждение своего впечатления. У меня, собственно, удержалось впечатление, что это об этом. Вот, Седровецкий писал когда-то, что идеально организованное обучение исключает развитие. Как вы к этому относитесь? Ну, поэтому я, мы уже развили образование и обучение. Вот, мне сказали двоих про образование, а не про обучение. Я и говорю про образование. Это об этом. Обучение, может, исключает. Образование наоборот. Оно этого требует. Да. Поскольку мы тут говорим об образовании, а не об обучении конкретных навыков, там, передачи, понимаете, да, вот. То мы должны говорить вот об этих психотипах, личности, мышлениях, вот об этих всяких вещах. Угу. А не о том, как вас ценируют шифры. Угу. Угу. Там вот немножко по-другому все будет. Ну, тут много есть чего. Крайне. Если художником ставить, то да. Если просто щелкнул. А может, я отключить это немножко, наверное, на связи от обучения? У нас проблема такая, просто из жизни. Аааа. Да. Да. Так как я все-таки из вуза, я, значит, не про школьников, я про студентов уже, которые, которые, начиная там с третьего курса, уже работают. И они уже, вот эти игры им, поэтому вопрос. Я вот говорю, что нужно во время обучения дать игровую ситуацию, которая человека, ну, она не играет на его дальнейшую жизнь. Он может поиграть, у него ответственности особой нет никакой. Он, поэтому, как бы, расслабляется и начинает более, ааа, действовать, ну, в широких рамках. Легче. Ну, легче. Легче, свободнее, какие-то. А это же, это плюсы, вы приводите это в свойство положительного.